Андрей Спын рассказал, что ведет беседы с главой российского концерна Алексеем Миллером, добавив, что передал ему очень четкий посыл, напомнив при этом, что «Газпром» владелец «Молдова-Газ» вместе с правительством «Молдовы». «Газпром» — мажоритарный акционер компании «Молдова-Газ», которому принадлежит пакет из 65% акций. И я задал вопрос, что делает мажоритарный акционер для того, чтобы убедиться, что принадлежащая ему компания поставляла газ населению Республики Молдова. Было бы правильно, чтобы «Газпром», будучи мажоритарным акционером компании «Молдова-Газ», пришел с решением, потому что именно они собственники. И я сказал об этом господину Миллеру, чтобы они предложили какие-то решения, в том числе, чтобы предоставили нам еще 30 дней для оплаты этой разницы. И я надеюсь, что в последующие дни, в том числе и мажоритарный акционер, выступит с решением, которое, на мой взгляд, самое простое — позволит заплатить за январь, например, до конца февраля. При этом СПНО подтвердил, что контракт, заключенный им с российским концерном, хороший. Правда, признал, что в планах пересмотр документа. Безусловно, этот контракт хороший, особенно если мы говорим о закупочной цене на газ. В остальном, все контрактные условия — это условия старого контракта, которые были прописаны в прошлых контрактах «Молдова-Газа» с «Газпрома». Мы попросим еще раз обсудить этот контракт, чтобы у нас был новый, а не тот, что был в 2006 году, и который продлевали уже 19 раз. Мы хотим, чтобы этот контракт отвечал новым реалиям рынка, и надеемся, что это произойдет в последующий период. Когда это может произойти? Я думаю, реальным будет его обсуждение весной. И чтобы вы знали, это было и предложение «Газпрома», который сообщил, что, учитывая, что контракт устарел, надо к нему вернуться. Напомним, в начале января «Молдова-Газ» столкнулся с новой проблемой при оплате счета «Газпрому». 13 января молдавская компания перевела российскому концерну плату за природный газ, поставленный в декабре 2021 года. При этом из-за роста на 230 долларов закупочной цены власти не исключают нового повышения цены на природный газ. Для конечных потребителей примерно до 14 леев 60 банок за кубометр.